МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрев этот ролик, вы наверняка вспомните, как начиналась охота на копытных в Венгрии. В первой серии программы об этом уже шла речь. Здравствуйте, друзья! Я Андрей Кацюба. Напомню тем, кто не в курсе дела, что производствовать или программ об охоте и рыбалке моя профессия. А вот это монтажный стол, за которым программы рождаются. Сегодня вместе с нашей командой я предлагаю вернуться в Венгрию, ибо история об охоте в этой стране еще далеко не закончена. Для любознательных сообщу, что к охотничьим видам в республике можно отнести следующих копытных животных. Олень европейский или благородный, косуля, муфлон, ну и, конечно, кабан. Нам разрешено отстреливать самок оленя, косуль и кабанов. Самцов, оленей, а также муфлонов добывать запрещено. Их численность здесь считают пока недостаточной для того, чтобы осуществлять на них охоту. Ну а теперь в Венгрию. Вперед за приключениями! В этот день нам предстояло охотиться в соседнем хозяйстве. Егерский состав оказался совершенно иным, чем вчера. А вот что меня поразило, так это то, что в Венгрии профессиональными помощниками охотников могут работать и девушки. С процедурой инструктажа вы, уважаемые телезрители, уже знакомы по первой серии программы. Все традиционно. Руководители охоты выступают с речами о том, как грамотно себя вести во время проведения загона, а также призывают стрелков придерживаться принципов правильной охоты. Затем проводится жеребьевка, которая расставляет добытчиков дичи по номерам. Вчера было 15, сегодня 14. И надо же было такому случиться, что по жеребию нас стала опекать симпатичная девушка Егер. Не знаю, кому как, а мне в голову полезли сомнения. Справится ли наша Диана-охотница с поставленной перед ней чисто мужской задачей? И увенчается ли сегодняшний день успехом? Но, как говорится, поживем-увидим. Вот что удивительно. Несколько фраз на английском, несколько на русском, плюс язык жестов, и охотник с егерем друг друга прекрасно понимают. Стоим на краю дороги. Звери могут выйти и слева, и справа. Так что головой повертеть придется. При таком стремительном пересечении открытого пространства попасть в животное очень трудно. Сначала мы не успели даже понять, косуля это была или самка оленя. Еще один перескок. Собачки, помощники загонщиков, кропотливо выполняют свою работу. Вот это была уже серьезная заявка на удачный выстрел. Но, скорее всего, промах. Вот таким насыщенным дичью оказался первый загон. К сожалению, из-за досадных промахов трофей добыть пока не удалось. Но винить в этом охотника, я думаю, не стоит. Из-за сложности с получением разрешения на ввоз оружия в страну, никто из россиян, членов нашей команды, собственных стволов не привез. Все пользуются теми, которые предоставили организаторы. Но для того, чтобы точно попадать из чужого карабина в цель, его необходимо хотя бы пристрелять. Что не было сделано. И это, пожалуй, единственный минус в организации нашего пребывания в Венгрии. Кстати, для охоты на копытных здесь применяют карабины калибра 30,06. Для местных условий оружие оптимальное. Все стволы оснащены оптическим прицелом. С открытым здесь практически не стреляют. Мало применяют и самозарядное оружие. И еще одно замечание. Помните, я сомневался, справится ли наш егерь, девушка, со своими обязанностями. Так вот, пока справляется. По крайней мере, слух у нее великолепный. О приближении зверя в этом загоне информировала нас именно она. Посмотрим, что будет в следующем. Как я уже говорил, крутить головой на номере приходится ровно на 180 градусов. А то и на все 360. Опять кабан перелетает дорогу, как у жалена. А вот этот клиент сначала прислушивается и приглядывается, прежде чем пересечь просеку. Любопытство, в конечном счете, его и погубило. Есть первый трофей. А дальше пошло, образно говоря, дефиле диких зверей. Животные старательно себя демонстрировали. И их удавалось снять на камеру. А вот со стрельбой никак не получалось. То ветки и деревья не позволяли сделать верный выстрел, то подводил незнакомый карабин в руках охотника. Нет, в этого зверя стрелять нельзя. Он из нашей команды. Загонщики вышли. Значит, после разрешения егеря можно сойти с номера и поискать следы животных, виденных нами. Возможно, есть подранки. И в этом случае необходимо поставить на след собак и организовать добор зверя. В первую очередь проверяем тропу, по которой пошел наш четвероногий помощник. Ищем капельки крови или лёжки раненого зверя. Но, к сожалению или счастью, свидетельств того, что были сделаны подранки, найти так и не удалось. И лишь явно битый кабан остался на месте. По традиции, веточка, обмакнутая в кровь животного, должна занять свое достойное место на головном уборе стрелка. Глинтвейн. Употребление этого напитка на воздухе в холодные зимние вечера тоже одна из венгерских, а скорее европейских традиций. Горячий глинтвейн располагает к задушевной дружеской беседе в компании соратников по увлечению. А спустя некоторое время все собираются на площадке, где будет проходить традиционный ритуал завершения охоты. Не буду во всех подробностях о нем рассказывать, тем более, что об этом уже шла речь в первой серии программы об охоте в Венгрии. Предлагаю лишь послушать слово на рожке в исполнении местного охотника. Продолжение следует... После окончания официальной части церемонии начинается, как говорили в застойные времена, народная дипломатия, то есть живое общение между охотниками. Здесь собрались представители пяти стран России, Германии, Австрии, Италии и Венгрии. И как показывает практика, во время вот таких собраний зарождаются международные дружеские связи, налаживаются деловые контакты. Мною проверено на собственном опыте. После участия в подобных международных мероприятиях домой всегда привозишь несколько интересных визиток, с хозяевами которых со временем находятся полезные точки соприкосновения. Пусть это звучит пафосно, но наше любимое увлечение – охота, кроме прочих положительных моментов, способствует еще и и установлению дружбы международных. Они сейчас заж 놀очные. Мне боль Jim. Пошли ужинать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, она великолепно разбирается в повадках и следах животных. Меня поразило, насколько скрупулезно ею обследовались тропы в поисках возможных подранков, оставленные кабанами и оленями. В общем, оценка работы отлично. Сегодняшний день мы провожаем в приподнятом настроении. А завтра? Завтра поживем увидим. Ну а утро завтрашнего дня встречало нас прохладой. Именно прохладой, но не морозой. На улице январь, между тем, термометр показывает плюс три. Если быть точнее, ночью был морозец, но небольшой. Как рассказывают местные жители, зимы здесь практически всегда мягкие. Снежный покров сантиметров десять. И то неустойчивый. За счет этого копытные кормятся подножным кормом всю зиму, не испытывая голода. Равномерное питание в течение всего года является одним из стимулирующих факторов постоянного увеличения поголовья. Крупные хищники здесь отсутствуют. Плюс с браконьерством вопрос решен. В общем, для кабанов, оленей, косуль, муфлонов здесь настоящий рай. Поэтому нам на этой охоте удается видеть такое изобилие животных. Но вернемся на съемочную площадку. Сейчас, как вы поняли, проходит инструктаж. Эту процедуру вы уже видели. Поэтому не буду останавливаться на ней подробно. Скажу лишь, что все необходимые ее атрибуты были выполнены неукоснительно. Вплоть до увертюры на охотничьем рожке. А дальше в поле. На охоту. Если сюда побегут, с ног собьют. Эту тропу. На сей раз наш номер оказался на краю огромной поляны. Прямо на кабаней тропе. И буквально через несколько минут на эту самую поляну вышли самцы-олени. Рогачи. Красавцы. Идут открыто, ничего не боятся. Словно знают, что стрелять по ним запрещено. И еще одно дефиле. Прямо на том же маршруте. На сей раз моделями выступают муфлоны. А стрелку опять приходится только облизываться, любуясь этой красотой. Судя по тому, как муфлоны периодически посматривают в нашу сторону, они чувствуют присутствие человека. Однако сильно этим не смущаются. Просто зоопарк какой-то. И опять рогачи засвидетельствовали свое почтение. А вот это уже разрешенная для выстрела цель. Да, выстрел был, но цель ушла живой и невредимой. Дальнейшая проверка это подтвердила. В этом месте загон закончен. Перебираемся в другое. Это и есть наш номер. Как и положено, метки на деревьях обозначают сектор, куда нельзя стрелять. Окружающий ландшафт испещрен оврагами и заросшими деревьями. Место перспективное. Сейчас прекрасная возможность для выстрела. Но охотник почему-то медлит. Скорее всего, ни он, ни егерь не видят потенциальный трофей. Но подсказать нельзя. Стоим далеко друг от друга. А малейшее неосторожное движение наверняка спугнет зверя. Так и отпускаем его с миром. А вот свиньи визуально обнаружены. И выстрелы следуют один за другим. И выстрелы следует. Наконец, молодой кабан добыт. Но загон еще не закончен. И возможно, представится еще один шанс. Так и есть. Егерь что-то услышал. Сражен еще один трофей. Увесистые похлопывания по плечу говорят о том, что и охотник, и его куратор довольны друг другом. Загончики появились в поле зрения. Это значит, можно заняться трофеями. О традиции украшать головной убор удачливого охотника веточкой я уже рассказывал. А вот это уже не традиция, а требование закона. На ногу добытого зверя вешается бирка. Без нее при проверке трофей будет считаться добытым браконьерским способом. Когда все формальности соблюдены, остается сделать фотографию на память и провести погрузочные работы. Яркий, насыщенный событиями день близится к завершению. Сколько добыто животных во время сегодняшних загонов мы узнаем во время ритуала по случаю завершения охоты. Да это и не важно. Интересно другое. Такого количества зверя в угодьях я в своей жизни еще не видел. Причем содержатся все эти животные не в вольерах, а совершенно в дикой природе. На вольных, так сказать, хлебах. Да, мягкий климат. Да, отсутствие крупных хищников. Но мне кажется, что главную роль в наличии такого изобилия играет все-таки умное законодательство. И воспитанное столетиями культуры охоты. Здесь не принято, более того, запрещено, вострить глаз перед загоном. Да и пир на крови никто не устраивает. Присутствие алкоголя в организме участника охоты, выявленное в ходе проверки, грозит огромными неприятностями. А уж про браконьерство вообще молчу. За такое хобби однозначно тюрьма. Рассказываю вам обо всем этом неспроста. Очень бы хотелось, чтобы и в наших лесах водились звери в таких же, а лучше еще больших количествах. И для этого у нас есть все необходимое. Нужно только всеми поднапрячься. Ну что это, я невольно перешел на первомайские призывы. Давайте возвращаться в лес. У нас впереди важная церемония. А сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, как проходила охота на номерах, где успел побывать наш оператор. Субтитры сделал DimaTorzok и вот сегодня как раз говорил о том, что он сегодня больше всех настрелял. Настрелял сегодня 14 штук. И охотники так огорчились, когда все, отрезаем тебе палец. Играет музыка. Играет музыка. Но хочу заметить, что все эти звери изъяты из природы в строгом соответствии с рекомендациями биологов-охотоведов. Если копытных не отстреливать, совсем скоро их будет переизбыток. А в результате ущерб лесному хозяйству. Да и сельскому тоже. Недаром все поля и автомобильные дороги в Венгрии огорожены сетками. Представляете, что будет, если голодные животные начнут их ломать? Еще один результат нашего путешествия отвели душу в стрельбе. И даже хорошо, что много мазали. Ведь не за мясом сюда ехали, а за впечатлениями. Их-то как раз получили через край. А на этом у меня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!